Радио «Эхо Москвы». Рекламно-информационный эфир на «Эхе». Здравствуйте, в эфире радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Руслан Валиев. И в гостях у нас сегодня заместитель генерального директора по технической политике Башкирской содовой компании Фёдор Афанасьев. Здравствуйте, Фёдор Игнатьевич. Добрый день. У нас сегодня тема, касающаяся противогололётных реагентов. В частности, на основе хлористого кальция. Первый вопрос будет такой. Насколько вреден этот самый реагент на основе хлористого кальция для окружающей среды, по-вашему? Ну, я начну с того, что хлористый кальций – это вовсе не чуждое нашей природе вещество, как пишут во многих средствах массовой информации. В природе даже существует такой минерал, он называется антарктицид. Это шестиводный хлорид кальция. Ну и плюс к тому, что все моря, океаны нашей планеты, везде присутствуют хлориды, сульфаты щелочных и щелочноземельных металлов. Хлорида натрия, тот же самый хлорид кальция, хлорид магния, сульфата натрия, сульфата магния. И под нами на глубине 2 километра простираются океаны, которые состоят из хлорида, вернее, из растворенных солей хлорида кальция и хлорида натрия с минерализацией, примерно до 250 равна литр. Дальше, что бы я хотел сказать? Ведь хлорид кальция – это вообще-то пищевая добавка Е509. И все любители твердых сыров, наверное, тоже мы все, мы едим этот сыр, и в его получении присутствует тот же самый хлорид кальция. Больным людям вкалывают так называемые горячие уколы, которые представляют собой тот же самый хлорид кальция. Но не буду перечислять весь спектр применения этого вещества. Ну, так добавлю, что его также применяют для улучшения нефтеотдачи пласта, для улучшения затвердеваемости бетонов, также для консервирования, и много-много для беспыливания, ну и, конечно, в качестве антигололедного препарата. Вот. В этом смысле наверняка же имеет значение концентрация этого вещества, и насколько вот вещество это в нужной концентрации безопасно при обработке дорог? Потому что здесь идет вот сомнение у людей, насколько это будет вредить или не вредить экологии. Ну, знаете, я знаю, в принципе, эту историю. Она начиналась с 2001 года, тогда на Каустике было производство хлористого кальция, но оно было, как сказать, синтетическим способом, из известняка и абгазной соляной кислоты. А основным потребителем, конечно, был тот же самый московский регион. Ну, тогда брали, или не покупали хлористый кальций с концентрацией достаточно высокой, 28-32%. И особых технологий его дозирования на тех же самых московских дорогах просто, в принципе, не было. Использовали те же самые машины для поливки дорог раствором обыкновенной поваренной соли, хлорида натрия. Да, я прекрасно помню эти моменты, была масса претензий со стороны москвичей, о том, что улицы грязные, обувь не держится и месяца, а потом наступило лето, трава все погибла. Ну, потом же все-таки научились применять этот антикололюрный препарат и от жидкости ушли. Сейчас везде применяется именно твердый хлористый кальций. Содержание основного вещества 90-94%. А зачастую и в смеси с другими реагентами именно для удешевления. Поскольку сам хлористый натрий, соль поваренная, это имеется достаточно в природе, и она достаточно дешевая, будем говорить. Ну, а хлористый кальций синтетический, либо полученный с нашей дистиллерной жидкости, но для ее производства тоже необходимо затратить на агресосы, он будет дороговатый. Для удешевления используют смеси этих солей. Получается, что хлористый кальций – это один из побочных продуктов производства соды и, по сути, одна из составляющих вот этих белых морей. И использование этого самого вещества в качестве реагента, по сути дела, поможет, что ли, уменьшить выбросы в эти самые моря? Да, это безусловно так. Основной побочный продукт именно содового производства, не только у нас, во всем мире, это так называемая дистиллерная жидкость. Ее образуется примерно 6-8 кубических метров на одну тонну галлюцинированной соды. Она представляет собой дистиллерную жидкость. Это раствор двух солей простых – хлорида кальция и хлорида натрия. Примерно минерализация – 100-120 грамм на литр – это хлорид кальция, и 30-40 грамм на литр – это как раз хлорид натрия. Да, это действительно очень большая головная боль для нас, Башкирской содовой компании, поскольку мы находимся в таком географическом регионе, где присутствует не такая достаточно полноводная река Белая. Это проблема для реки Белой. Это как раз наш проект производства гранулированного именно хлористого кальция мощностью 100 тысяч тонн в год, и хлорида натрия мощностью 30 тысяч тонн в год позволит в какой-то мере решить экологические проблемы нашего региона. Хлорид натрия, как я сказал, это обыкновенная поваренная соль, она вернется обратно в производство для получения той же соды. А хлористый кальций может найти применение как для обработки дорог, но и спектр применения, в принципе, я и озвучил. Большое количество этих продуктов используется в нефтедобывающей промышленности, как для увеличения отдачи пласта, так и для закупорки скважины отработавших. Скажите, а вот какой объем из годового, скажем так, выхода хлористого кальция предполагается освоить вот в этом производстве? На первом этапе 10-15%. Далее, рынок все-таки этих препаратов достаточно широк. По имеющимся оценкам, по крайней мере, наш башкист республика Башкортостан применяет 50-60 тысяч тонн этих реагентов, без учета песков. А весь рынок Российской Федерации до 2 миллионов тонн. Это всех реагентов, в том числе хлорид, кальций, хлорид, натрия, хлорид, магний. Сейчас, кстати, вот Уфа применяет Бионорд, некий препарат, реагент, в названии которого, скажем так, непонятно, что в него входит. Я правильно понимаю, что, в принципе, вот то, что вы предлагаете, это будет достойной заменой, не более вредной, как минимум? Конечно. У нас уже есть наработки, в принципе, многолетней давности, не были как на каустике, так и на соде. Это именно антигололедный препарат для обработки дорог с всевозможными добавками. Именно теми добавками, которые позволят снизить негативное воздействие этого препарата на дороге и на почву. То есть это определенные антикоррозийные добавки и удобрения. А если сравнивать непосредственно два этих сопутствующих, будем говорить, вещества, натрий, хлор и, соответственно, кальций, хлор. Два, правильно, да? Я помню химию или нет? Да, да, да. Ага. Вот. С точки зрения противогололедного реагента именно, если абстрагироваться от экологичных вопросов, они одинаковы или все-таки отличается одна соль от другой? Ну, конечно, отличается. Но дело в том, что температура замерзания их растворов, она совершенно разная и так далее. Ну, я веду речь именно о твердых препаратах все-таки, но суть же воздействия этого твердого антигололедного препарата на дороге, это именно то, что убрать лед или налить и так далее. У хлористого кальция он может работать в диапазонах температур до минус 35 градусов, а хлористый натрий этого нет, он может работать примерно до 15 градусов. И плюс еще большое значение имеет химия эти препараты. Даже вот, если не рассматривать добавки, антикоррозийное влияние и хлорида кальция существенно ниже, чем хлорида натрия. И если антикоррозийное меньше, соответственно, и меньше губительное влияние на те же самые дороги, коммуникацию, коммуникации, обувь. Ну и плюс присутствие в этой соли кальция как такового, это тоже позволяет снизить ущерб среде. Кальция тоже является одним из питательных веществ для растительности. А в дальнейшем, концентрируясь в воде и почве, эти вещества как-то распадаются со временем? Усваиваются, я не знаю, растениями? Нет, это хлорида неорганического происхождения, поэтому их дозировка должна производиться таким образом, чтобы предельно допустимая концентрация именно в почве не превышала допустимых уровней. И мы же прекрасно знаем, что присутствуют осадки, дожди, снег, все это сливается потом в наши речки. Содержание хлорид-иона, именно ПДК, рыбохозяйственного водоема, что у нас белый, что в Москве реки, да и хоть там в Неве, не должно превышать 300 миллиграмм на литр. Если водоем питьевого водоснабжения, то 350. Поэтому реагент-реагент урозий, знаете, там, хлорид-натрия, вещество четвертого класса опасно, спокойно можно им отравиться. Поэтому дозировка должна производиться умно, грамотно, по разработанным технологиям, согласованным с Росдором. А что касается себестоимости единицы объема, я не знаю, килограмм все-таки натрий хлора и кальций хлора, сопоставимые цены или что-то дороже? Нет, примерно если прикинув, то себестоимость хлорида кальция будет в два раза дороже, чем хлорида натрия, поскольку, я же говорю, хлорид-натрия, он присутствует в природе в больших объемах, вот то же самое, соль и лец, где добывает каменную соль. А здесь растворы, которые необходимо выпарить, значит, необходимо затратить газ, теплоэнергию, поэтому будет дороже. Примерно я оцениваю в полтора-два раза. Но поскольку хлорид кальция обладает рядом уникальных все-таки свойств, он гранулированный, поэтому думаю, что это будет, по крайней мере, благо для жилищно-коммунального хозяйства наших крупных городов России. А если задуматься о перспективах, я имею в виду уже накопленный кальций-хлор-2 в белых морях, можно ли, реально ли технически, финансово, со временем все-таки прийти к переработке вот того, что уже накоплено десятилетиями? Нет, нет. Белые моря, башкирская содовая компания, это не дистиллерная жидкость из хлорида кальция и хлорида натрия. Это минеральный продукт содового производства, который состоит примерно с 50% карбонат кальция и 50% сульфат кальция, то есть обычный гипс. Просто вместимость этих белых морей не такова, чтобы хранить бесконечно это количество жидкости. Просто дистиллерная жидкость в соответствии с разрешениями и в особенно паводковый период, когда реки многоводные, она сбрасывается в реку белую, таким образом, чтобы в створе реки концентрация хлорида иона не была больше цифры, которые я озвучил, 300 миллиграмм на литр. А насколько это реально соблюсти с учетом того, что белое в последнее время мелеет? А вот как раз получается наш проект, строительство производства гранулированного хлористого кальция, 100 тысяч тонн, как раз существенно поможет на первом этапе снизить погубное влияние хлорида на реку. А дальше будем смотреть, я же уже озвучивал примерные цифры применения у Российской Федерации, но есть же еще и остальной мир. У нас есть пока, можно сказать, фантастические планы об увеличении мощностей по выпуску хлористого кальция до 300 тысяч тонн. Это за счет увеличения производства соды или как-то отдельно? Нет, нет, нет. Это при существующем объеме выпуска. Это просто дальнейшая программа по переработке дистиллярной жидкости. Ага. Ну, понятно, что программа переработки содержимого белых морей, она, я так понимаю, тоже разрабатывается, но, наверное, уже в другой раз обсудим. Пока давайте коротко скажем, да, вот проект создания там строительных блоков, по-моему, существует. Это действительно в процессе сейчас находится? Да, конечно, у нас в январе месяце заключен контракт на внушительную сумму с веб-инжиниринг, это дочерняя структура госкорпорации веб-РФ, именно на разработку технологии, утилизации твердых продуктов содового производства с получением различного вида строительных материалов и продуктов для обустройства дорог, по крайней мере, в нашей республике и близ лежащем регионе. На прошлой неделе уже были первичные переговоры с ними, с отбором анализов. Думаю, что в апреле, ну, в мае будут уже первичные результаты этой работы. Первичные пока. Здесь идет, кроме, значит, веб-инжиниринга сотрудничества и с Уфимским нефтяным университетом, чем это совместная, думаю, плодотворная работа. Понятно. Ну что ж, будем надеяться, что в нашем эфире мы расскажем о результатах, о этих самых первых промежуточных итогах, скажем так. Ну а пока будем заканчивать. Я благодарю нашего сегодняшнего спикера и гостя, заместителя генерального директора по технической политике башкирской содовой компании Федора Афанасьева. Спасибо вам. Спасибо всем и до новых встреч.